На улице жара 34 градуса и сегодня тема такая тоже погорячее Про дружбу в эмиграции Как говорят, подобное притягивает подобное И если вы весь такой грустный, печальный, то такого вы себе притянете и друга А если вы спортивный, в тонусе, позитивный, такие люди будут к вам притягиваться Но не всегда ведь так получается, согласитесь, иначе было бы все идеально Сегодня будут не то что так сказать истории, а примеры и образ безусловно собирательный Что-то от меня, что-то от моих подписчиков Всем привет! Переезжая в другую страну, вы безусловно теряете опору На которую, живя в своей стране много лет, вы могли опереться Это ваши друзья, с которыми вы знакомы еще с садика Ваши родственники, которые в случае чего вас всегда подстрахуют Помогут и добрым словом, и материально, ну и вообще помогут какой-то своей дружбой Поскольку человеку без общения никак, то на новом месте проживания хочется тоже скорее с кем-то познакомиться Такими, чтобы прям раз и навсегда, чтобы и в походы с ними можно было сходить, и в кино И чтобы общие интересы, и чтобы главное, вместе не скучно было Где же взять таких людей? Самое главное, как им довериться? Поскольку в Болгарию переезжают в основном люди, которые достигли пенсионного возраста То за столь долгий период своей жизни, естественно, выработался уже и характер Какие-то определенные привычки, и такой стержень, скажем, у человека есть Поэтому друзей выбирать сложно, в силу сложившегося уже эгоизма возрастного Ну и вообще в силу определенных требований Когда вы живете на одном месте, в принципе, заводить новых друзей уже как-то и нет необходимости Уже жизнь устаканилась, все стабильно, хорошо Поэтому новые люди в жизнь уже не так часто и приходят И по сути разучились уже заводить-то новых друзей Поскольку есть желание общаться, то на кого мы обычно реагируем? Мы реагируем на людей, которые похожи на нас Либо на людей, которые достигли чего-то большего Мы смотрим на них и удивляемся Думаем, вот как им так легко удается адаптироваться Как у них так легко зарабатываются деньги Как они вот так легко общаются с людьми Смотрим на них и хотим с ними общаться тоже С возрастом у нас вырабатываются стереотипы Нам нравится определенная внешность Определенный тембр голоса Резкие у человека движения или более замедленные Как человек поворачивает голову И вот все это влияет на то, хотим мы познакомиться или нет с этой персоной Если вы очень застенчивы, то знакомиться сложно Сложно первому начать разговор Но поверьте, всегда вам поможет правило Задавайте вопросы Если вы начинаете разговор с вопроса То беседа постепенно вот так и завяжется Вы задали вопрос, вам в ответ задали вопрос И первые пять минут вашего общения очень важны Именно от них зависит, будет у вас продолжаться общение дальше Или нет, вы разойдетесь и больше не будете вспоминать друг о друге Начать разговор вы можете где угодно Хоть на пляже, хоть на прогулке, в парке Самое главное, во время первой беседы не переборщить И чтобы ваш диалог не превратился в монолог Бывает так, что один собеседник как сядет на уши Не зря так говорят И вот он уже хочет вам рассказать всю свою жизнь От начала до конца И вам нужно идти домой А беседа никак не останавливается Потому что человек говорит, говорит, говорит И вам ваше воспитание не позволяет его остановить И сказать, извини, мне уже пора Давай в другой раз встретимся и продолжим нашу беседу Если при следующей встрече вы опять будете говорить, говорить, говорить И не дадите собеседнику не сказать ни слова То навряд ли такая дружба продолжится Согласитесь? Вот вы идете, видите какая-то женщина Вяжет интересные изделия Вас это заинтересовало Завязалась чудесная беседа Но как только вдруг вы решили рассказать о своем опыте Человек перестал интересоваться этим Все время говорит о себе, о себе Его не интересует, что можете вы Вообще не интересуют никакие темы Какую бы вы затронули Он все знает Знаете, такой своего рода всезнайка Такое знакомство вряд ли продолжится Бывает первый день беседа прошла великолепно Вы понравились друг другу Вы на одной волне Обменялись контактами И вот на следующий день Этот человек начинает вам звонить Оказывается он располагает гораздо большим свободным временем Чем есть у вас Человек рассказывает о себе по нескольку раз за день А вы не можете сказать, что хотите дозированно И вот опять контакт не получился Сталкивались с таким Бывало так у вас? Или вы только познакомились Разговорились И одна нечаянно брошенная вами фраза Вдруг позволила человеку составить о вас какое-то не совсем правильное представление И вот он уже начинает учить вас жизни Бэтмен спешит на помощь Зачем? Кому это надо? Знаете, с чем периодически сталкиваюсь я? Вот приезжает ко мне человек Мы беседуем очень мило Обсудили важные для него темы И вдруг он решает изменить мою жизнь Говорит, что я должна делать вот только так и так Брать с того-то того-то пример И если я буду делать так То на меня посыпятся какие-то денежные потоки Темы я должна изменить И делать вот так, как считает нужным этот человек Когда я спрашиваю, почему он не делает так Ответа почему-то не поступает Приезжает ко мне человек Вроде бы как Интересуют какие-то вопросы его адаптации Но потом он заявляет Так, давай, ты меня сейчас быстренько научишь Как сделать канал на ютубе Покажешь мне все программки И я точно знаю, у меня будут миллионные просмотры Но я всегда отвечаю Поскольку у вас такие ожидания И поскольку вы гораздо опытнее, чем я У меня миллионных просмотров нет То я думаю, что с ютубом вы тоже сами разберетесь В остальном все складывается благополучно И мой канал мне помогает обрести друзей И это замечательные люди, которые приезжают ко мне И потом мы с ними очень долго дружим Но, к сожалению, в эмиграции, знаете, есть такая особенность Вот ты привязался к человеку Вы на одной волне с ним И вдруг происходят какие-то жизненные изменения По какой-то причине люди решили уехать из Болгарии Такое ведь тоже бывает И понятно, что вы не теряете с этим человеком связь Но вот это вот тактильное отношение Оно уже пропадает То есть звонки становятся реже У каждого свои дела, у каждого семья Какие-то обязанности, внуки Ну, так тоже бывает И вы начинаете идти снова по этому кругу Поиска друзей Некоторых людей, не у всех, но у некоторых Они начинают о себе что-то немножко преувеличивать Допустим, работал начальником участка Рассказывает, что работает директор Работал медсестрой Говорит, что работал врачом Это не имеет никакого значения для дружбы Но знаете, мир так тесен Что однажды вдруг какой-то человек приходит и говорит А почему ты так говоришь? Ты же не врач, ты, допустим, медсестра Или почему ты говоришь, что ты был директором И вроде как-то раз И какой-то градус недоверия появился к человеку А может быть он не все говорит правду То, что рассказывал до этого Еще обратила внимание на то, что Совершенно незнакомые, посторонние для тебя люди Могут вот так вот запросто спросить У тебя о каких-то твоих материальных ресурсах О которых ты совершенно не готов обсуждать с ними Эту тему, говорить на эту тему Какая у тебя, допустим, пенсия Какие у тебя доходы На что ты живешь Ну, вот много таких некорректных вопросов За сколько ты купил дом Если человек хочет сказать об этом Он вам обязательно при дальнейшей дружбе расскажет Если человек считает нужным не рассказывать об этом То, я считаю, такие вопросы нельзя задавать Потом, когда вы задаете такой вопрос Вы должны понимать, что вам в ответ Зададут точно такой же вопрос Вы готовы на него отвечать? Подумайте всегда об этом И это касается ведь не только денег Есть такие вопросы Какой-то вашей предыдущей жизни Может быть вы не хотите их обсуждать Но если вы задаете их собеседнику Понимайте, что вам тоже придется ответить на такой вопрос Лучше не нарушать каких-то определенных границ Потом, знаете, бывает, задали один вопрос Человек так с тем и раз и съехал Но собеседник ведь не унимается И вот начинает чуть ли не тормошить тебе И говорит, ну ответь мне вот на этот вопрос Я хочу это точно знать Так это или нет? Вообще, вот так вот, выйдя на пенсию Переехав, у многих встает вопрос Чем заняться? Если не найти себе какого-то определенного занятия То жизнь превращается в день сурка И очень часто бывает, что человек, живя в одной стране Начинает себе фантазировать Как он изменится с переездом Вот он будет ходить на море Заниматься спортом Много плавать, бегать, похудеет Займется своим здоровьем Но все это требует огромного труда И переехав, адаптировавшись Человек начинает обычную свою жизнь Оказывается, что на море вовсе не интересно ходить Спортом заниматься Да что вы, это такой труд Да надо еще, возможно, рано встать И человек опять ложится на диван И начинает, как и в той своей стране Считать мух на потолке Безделие утомляет больше, чем работа Ну что ж, чем заняться? Что бы поделать такого? Особенно, если живешь в квартире Но согласитесь, у вас должно быть какое-то Очень интересное хобби Вы путешествуете или еще что-то А если вы просто лежите на диване То, знаете, в Болгарии или в какой-то другой стране Уже не так и важно, где вы лежите Ну что ж, вышли вы на пляж с кем-то поболтать Темы для общения очень быстро кончатся Потому что вы не развиваетесь Не следите, возможно, за какой-то ситуацией Да, вы скучный собеседник И вот тут людей прорывает Они начинают кому-то завидовать Кому-то более успешному Кому-то более адаптированному Тому, кто развивается У кого есть какое-то хобби Да, у кого появляются друзья, увлечения Да, может и нет друзей Но просто человеку устремленному Вот такие вот лежебоки Начинают ведь завидовать А зависть, она ведь порождает сплетни, склоки Какие-то фантазии Это все точно так же присутствует в эмиграции Когда человек от того, что не знает о чем поговорить Он начинает обсуждать кого-то Рассказывать о нем небылицы Придумывать А повторюсь, настолько мала Болгария Что до человека, о котором говорят, доходят слухи Мне тоже, кстати, так не раз бывало Звонят посторонние совершенно люди И говорят, Елена, мы были вот сейчас Свидетелями такого-то разговора Я всегда так умиляюсь такому Зачем людям это, когда столько солнца Столько моря, столько любви, теплоты, фруктов И люди занимаются такой ерундой Я считаю, это такая глупость Вы уже приехали для себя сюда Так живите для себя, а не чьей-то чужой-то жизнью Не ищите себе кумиров А гордитесь собой Хвалите себя бесконечно за все Вот похудели вы на 100 грамм Хвалите себя Прошли сегодня больше на 500 шагов Хвалите себя Наслаждайтесь жизнью Забудьте это все пустое Это такая ерунда, такая мелочь Та, что отравляет нам жизнь Вот у меня еще, знаете, такой характер Я поскольку знак зодиака телец Я очень терпелива И бывает я знакомлюсь с людьми И вот поступают такие определенные звоночки Вот тут, тут, тут как-то человек делает не так И я на все это закрываю глаза Думаю, ну, наверное, ошиблась Может быть еще что-то Ну, вот такой человек Он уже взрослый, да На это можно закрыть глаза Но потом Крышечка, да, вот так раз И приподнимается Потому что уже чаша терпения переполняется И бывает так, что приходится говорить человеку Что извини, я не могу больше с тобой общаться Уже перебор Но, может быть, если бы я обозначила сразу Что я не готова говорить на какие-то темы Что я не готова, чтобы меня использовали То, наверное, было бы гораздо легче В первую очередь мне самой Но, повторюсь Я пытаюсь от этого избавиться Но пока не всегда так получается А если вдруг вы Вот в этой моей пламенной речи Узнали себя Подумайте Может быть, нужно что-то проработать Что-то изменить в общении Но самое главное Что дружба есть И это замечательно Ну, привет, вот мой самый большой друг, да? Как ты так пришел вовремя? И дружить нужно Ни в коем случае от этого отказываться нельзя Просто, может быть, для того, чтобы в эмиграции найти друзей Необходимо какое-то время И даже вы, если идете каким-то путем Проб и ошибок Хвалите себя, не забывайте об этом Обязательно себя хвалите Мы взрослые люди Мы не можем уже быть идеальными Мы не как дети У нас нет розовых очков Мы слишком требовательны К кому-то постороннему Но у нас все равно все получается И даже в новой стране Мы обретаем друзей Мы живем свою жизнь Счастливую жизнь И за это благодарим Вселенную Если вам понравилось Обязательно поставьте автору лайк Обязательно подпишитесь на мой канал И до скорой встречи, мои дорогие друзья Обнимаю вас Пока-пока